В эфире программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Крупная авария случилась вчера в Ряжском районе. Как встретить Новый год и чем заняться в новогодние каникулы? И о погоде в праздничную ночь расскажут наши авторы. Крупная авария случилась вчера в Ряжском районе. В результате столкновения сразу нескольких лиховых и грузового автомобилей погибли люди, в том числе маленький ребенок. По предварительным данным, роковую роль сыграли сложные погодные условия, которые водитель одного из автомобилей недооценил. Вечером 28 декабря в 20 часов 20 минут в Ряжском районе на 302-м километре автодороги М6 «Каспий» 30-летний житель Саратовской области, управляя автомобилем «Киа Рио», не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и совершил касательное столкновение с отбойником. В результате выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Фотон» под управлением 32-летнего жителя города Волгограда. После этого с грузовым автомобилем «Фотон» совершил столкновение, двигающееся в попутном направлении автомобиль «Ниссан» под управлением 31-летней жительницы Московской области. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля «Киа Рио», 26-летняя жительница Саратовской области и ее 8-месячный ребенок, который перевозился на руках, скончались в машине скорой медицинской помощи при доставлении в больницу. Еще один пассажир, 34-летний, житель Саратовской области, скончался на месте дорожного происшествия. Водитель автомобиля «Киа Рио» и 30-летний пассажир с телесными повреждениями доставлены в больницу. В предпраздничные и праздничные дни традиционно увеличивается количество перевозок несовершеннолетних в автомобиле. Связано это с посещением праздничных мероприятий, посещением родственников, друзей и знакомых. Но любая поездка, совершаемая с нарушением правил дорожного движения, может закончиться трагедией. Поэтому каждому водителю следует помнить и не допускать нарушений правила дорожного движения. В частности, не пренебрегать пассивной безопасностью водителей и пассажиров в автомобиле, использовать ремни безопасности в специальные детские удерживающие устройства. Помните, веселые праздничные дни в один миг могут превратиться в траурное событие. В полицию Рязани обратилась пенсионерка с рассказом о том, что стала жертвой злоумышленников. 89-летняя женщина накануне привела домой незнакомку, после недолгого визита которой хозяйка квартиры не обнаружила тех сбережений, которые хранила в укромном месте. Пропажа составила 40 тысяч рублей. Полицейские уточнили все обстоятельства знакомства и общения пострадавшей со злоумышленницей. Выяснилось, что незнакомка обратилась к Рязанке недалеко от ее дома на улице. Обменявшись парой фраз с пенсионеркой, молодая женщина сообщила, что заметила на ней порчу, которую необходимо срочно снять. Под предлогом совершения этой процедуры злоумышленница отправилась в квартиру пожилой женщины. Возможно, пока на кухне женщина совершала нехитрые манипуляции со стаканом воды, и внимание пенсионерки было поглощено этим процессом, в квартиру через незапертую дверь вошел сообщник злоумышленницы, который заглянул в комнаты и быстро нашел тайник с деньгами. После обследования данных следов мы вышли на след преступника. И совместными действиями сотрудниками управления уголовного розыска задержали двух лиц, именно мужчину и женщину. Мужчина совершал преступление путем хищения денежных средств, а женщина в это время отвлекала гражданку, которая находилась у себя дома. У МВД России по Рязанской области предупреждает, что наряду с указанной схемой хищения распространен и другой способ, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками социальной службы, проникают в жилище под предлогом заполнить заявление о проделанной или будущей работе. Один принимает заявление, второй в это время может попытаться похитить деньги из квартиры. Также злоумышленники могут представляться сотрудниками газовой службы или социальных служб. Заходят они якобы для проведения проверки бытовых условий или оборудования. После этого хозяина квартиры отвлекают, и второй злоумышленник получает возможность похитить сбережения. Чтобы предотвратить преступные посягательства злоумышленников, не пускайте в квартиру незнакомых вам людей. Предварительно проверьте документы, служебные удостоверения, подтверждающие профессиональную принадлежность незваного гостя. И при любом подозрении, что в отношении вас совершается или готовится преступление, первым делом обращайтесь в полицию. К другим темам. Как встретить Новый год и чем заняться в новогодние каникулы. До праздника все меньше времени и вопрос весьма актуален. Готовься они летом. Эта поговорка особенно подходит к организации новогодних выходных. Предусмотрительные рязанцы уже планируют, где и как будут встречать Новый год. Продолжительные праздники начнутся в субботу. Для многих 31 декабря – это вечер в кругу семьи. Кто-то сможет отправиться отмечать Новый год на центральные площадки города, в микрорайонах и, конечно, на площади Победы. Там развернутся народные гуляния, шоу-программы. После 12 часов ночи прогремят салюты. На площади Победы фейерверк начнется в 2 часа ночи. Не только в Рязани люди справляют Новый год. Не только в Рязани люди справляют Новый год. Кто-то поедет за город или в путешествие. Сами рязанцы поделились мнением, какая из праздничных ночей оказалась самой для них запоминающейся. Когда мы собрались, очень много семей, все дальние, близкие, родственники. Я была тогда маленькой, мне было лет 5-6. Просто сыграло впечатление именно такого огромного количества народу, когда все друг друга рады, многие друг друга не знают. Красная площадь, 18 лет. Но это действительно, как показывают, когда Путин заканчивает эти фейерверки, это действительно так очень красиво, массово, зажигательно. Когда я была маленькая, мы с родителями ездили в деревню к бабушке с дедушкой. Там катались на горке. Я помню, я иду на горке, и полностью провалилась снег. В принципе, они все необычные, ждешь как праздника. Ну, вообще, наверное, самый необычный, когда ребенок родился, первый Новый год с ребенком. Что касается праздничной недели, много мероприятий запланировано для детей. В культурно-досуговом центре «Октябрь» будет организован кинофестиваль для школьных лагерей «Зимушка-зима». На протяжении каникул юные рязанцы могут принять участие в зимней спартакиаде детских дворовых команд. Многие спортивные площадки будут открыты, и, конечно, люди не будут забывать о коньках. Централизованные катки и хоккейные коробки – одно из любимых мест для отдыха рязанцев. Некоторые люди собираются в Москву для того, чтобы там покататься на Красной площади или в тех парках, где красиво залит каток. Расспрашивая рязанцев о том, чем они займут себя на новогодних каникулах, становится понятно, что многие еще не до конца определились. Если ребенок не заболеет, то театры, елки. Только обсуждали с подругой Тимёной Оленинской на прыжках. Или Виктория. Работать будем периодически с семьей, круглой семьи. Где будешь Новый год отмечать? Бабушке Марине. Я четвертого на работу, а так тоже дома. Может быть, в Москву, да. Посмотрим, как там после Нового года. Что касается походов с детьми на елки, они продолжатся. Главное, позаботиться о профилактике заболеваний. Ведь в местах ископления людей именно в зимнее время года чаще всего бродит вирус. Новогодние представления для детей продолжатся 3, 5 и 9 января в Рязанском дворце молодежи. В МКЦ 2 и 4 января состоятся новогодние представления детского музыкального театра. Стоит сказать, что ближе к завершению праздничной недели мероприятия будут носить рождественский характер. 7 января в бывшем кинотеатре «Октябрь» состоится концертная программа. 12 января около 62-й школы пройдут рождественские игры на снегу. В ЦПКО взрослые на протяжении праздников могут провести время с детьми. С 3 по 7 января в 12 часов дня там будет организована игровая программа «У елки для детей». А для детей с ограниченными возможностями 12 января пройдут рождественские посиделки в Центре детского творчества «Приокский». Полный перечень мероприятий, которые состоятся в ближайшие дни, можно найти на сайте администрации города в новостях за 15 декабря. Так что смотрите, выбирайте и проводите праздники с удовольствием. С наступающим вас Новым годом! Сегодня погода становилась по-настоящему сказочная и предновогодняя. Снег шел всю ночь и будто приодел деревья в белые платья. Эффект усилился, когда днем выглянуло солнце и добавило блеска снежным нарядам. Любуюсь такими красотами, в памяти возникает детская загадка. Раскрылась нежные объятия, деревья все одела в платье. Стоит холодная погода, какое-то время года – правильно зима. О том, какая погода нас ждет в Новый год, расскажем далее. Не придется ли шагать и на празднование по лужам? Этот вопрос в этом году актуален как никогда. Синоптики, между тем, обещают, что оттепель вернется в наш регион именно в новогодии. Завтра в промежуточном гребне антициклона ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью подморозят до минус 5, минус 10, местами по областям до минус 13. Днем ожидается от 1 до 6 градусов мороза. Ну а конец уходящего года ознаменуется аномально теплой погодой. С 31 декабря ожидается облачная погода. Ночью небольшой снег, днем небольшие осадки. Ветер временами порывистый, температура воздуха ночью минус 2, минус 7 градусов, днем уже минус 4, плюс 1. В новогоднюю ночь 1 января сохранится преобладание облачной погоды. Не обойдется без слабых осадков. Столбики термометров будут колебаться от 0 до минус 5 градусов. В дневные часы 1 января минус 3, плюс 2, что на 6,8 градусов выше климатической нормы. В понедельник, 2 января температура воздуха в течение суток будет около 0, временами пройдут осадки. А с третьего дня нового года в наш регион начнет прорываться холодный арктический воздух. Поэтому ожидается значительное похолодание. Ночью температура воздуха опустится до минус 13, минус 18 градусов. В отдельной ночи будет еще холоднее до минус 25. Днем ожидается от 10 до 15 градусов мороза. А вот снега будет немного. И идти он будет лишь временами. Кстати, очень теплая погода на Новый год в нашем регионе случается нечасто. За последние 65 лет было всего 5 случаев, когда и новогодние ночи, и первый день Нового года были с оттепелью. Последний раз это случилось 1 января 1995 года, когда в городе в Новый год практически лил дождь. До наступления Нового года остались считанные часы, а это значит, что в воздухе уже витает волшебство. Сегодня наша телекомпания поздравила рязанцев на улицах города. Сегодня каждый желающий мог не просто встретить настоящего Дедушку Мороза, но и рассказать ему стишок и получить подарок. Самые яркие моменты смотрите в нашем клипе. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он как душа неразделим и вечен. Не колебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных мус. Куда бы нас не бросило судьбинное счастье, в нас куда бы не повело. Все те же мы нам целый мир чужби. На отечество нам царское село. О-о-о! Классика! Девочки, вы большие, поэтому для вас у меня хорошее настроение. Вы видите, что копайки. Иди сюда. Держи, с наступающим. Целый день пройдем по городу, подморозим городу. И нос клади на батарею. Я сейчас тебе согрею. О, спасибо. А я тебя согрею. Точнее порадую. Держи автомобиль. Спасибо. Наступающим. Спасибо. Хоть и снега мало было, я с иголочкой слепила. Коридор поставила, а она растаялась. Снедрежок, каждый из мальчишки. Пусть потом оставлю воды огромной весной. Пусть денежка мишки у нас будет весной. Вот, как здорово. А ты в театре в каком-то играешь? Ты так вот все это делала? Или нет? Сама выучила? Или с мамой? С мамой. С мамой. С мамой выучила? Держи тебе бабочку. Все. Наш давний партнер телеканал Че подвел итоги ушедшего года и рассказал телезрителям о планах на год грядущий. Подробнее знает Наталья Новикова. Уходящий год прошел под новой звездой. Звездой в логотипе нашего многолетнего партнера телеканала Че. А 12 ноября телеканал отметил свой первый день рождения. Всего за год новый канал показал столько добрых дел и спел столько хороших песен, что их хватит на пять лет вперед. Зрители Че тренировали интеллекты в викторине «Человек против мозга» и «Угадай кино». Узнали все о выживании в реалити-шоу «Выжить в лесу». Смотрели и рассказывали реальные истории человеческой взаимопомощи в социальном проекте «Доброе дело». Дрожали перед зеркалом, глядя на то, что вытворяли экстремалы в шоу «Руферы». Посетили 100 500 городов и узнавали себя в историях завсегдатаев клуба «Деньги. Секс. Радикулит». Всего за год Че дважды был удостоен золотых и бронзовых наград престижных премий. Это далеко не все. С каждым годом Че будет взрослеет и становиться лучше. В следующем году зрители ждут у документальные фильмы Алексея Пивоварова «11 великих Че», новые сезоны полюбившихся шоу «Утилизатор» и «Плюс со 100 500». Лучшие мировые сериалы и новые эксперименты. Ну и, конечно, впереди новые победы, сумасшедшие открытия и самые неожиданные проекты. Ведь для этого у канала есть все – креатив, задор, вдохновение, талант и стремление стать лучше. А под самый Новый год и всех зрителей ждет море позитива, юмора и живая музыка. Лучшие выступления команд КВН, концерты Михаила Задорнова и новогодний «Квартирник». В гости к Евгению Маргулису придут самые известные музыканты страны – Александр Пушной, Владимир Матецкий, Александр Кортнев, Валерий Сюткин, Варвара Висбор и многие другие. Легендарные хиты всех времен в одной квартире – круто, честно, с душой и только вживую. А уже после полуночи всех любителей хорошей музыки будет ждать «Квартирник» в караоке, где можно будет без стеснения и робости петь любимые песни вместе с гостями. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте – город62.тв. Мы желаем вам хорошего и предновогоднего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова